Выход патча 1.3 принес в игру довольно важные изменения, связанные с удалением кулдауна в сутки при крафте гипса из различных осколков. А значит, стоит еще раз пояснить для всех интересующихся, где в ежедневных активностях можно заняться их добычей. Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы на канале Фантомания, и в сегодняшнем ролике предлагаю обсудить разновидности гипсовых осколков и способы их фарма. Начать, пожалуй, следует с самого неочевидного типа осколков, а именно топазового. Для его фарма нам понадобится скрафтить эликсир, после использования которого мы сможем добывать эти осколки из тел поверженных врагов старше 55 уровня. Для создания эликсира нам потребуется по одной единице духа каждой стихии, а после создания рецепт уйдет на суточную перезарядку. Следом за использованием зелья у нас будет ровно 1 час на добычу 10 осколков, необходимых для крафта полноценного гипса. Проще всего добывать их в локации Эбонскео Рич в могильниках Скайсон Крипт, о которой шла речь в одном из прошлых роликов, посвященных раскрытию смысловой нагрузки у фарма мировых боссов. Следующим типом осколков являются обсидиановые, поскольку они могут быть выбиты с тех же самых боссов, с которых падают осколки предыдущего типа. В Крипте таким боссом является Иван, ну а для переплавки в полноценный гипс их потребуется 3 единицы. Всего за полчаса беготни между тремя боссами в Крипте можно спокойно выбивать ресурсы для создания двух коробочек на экспертизу. Сапфировый гипс выдается за успешное прохождение финальных боссов Лазаруса и Генезиса, высокоуровневых данжей, о которых, к слову, мы поговорим в одном из ближайших роликов. Данные осколки конвертируются в гипс по цене 1 к 1. Эмиральдовый или зеленый осколок выдается раз в сутки за закрытие одного из отрезков ремесленного круга. Более подробно об особенностях прокачки ремесел выше 200 уровня, а также об этих самых ремесленных кругах, я рассказывал в материале, посвященном данной тематике. Эмиральдовые осколки преобразуются в гипс также в соотношении 1 к 1. Цитриновый или оранжевый осколок выпадает из боссов на аренах, таких, например, как буря в реквотере. Единственным недостатком здесь становится редкость проходок в эту зону, ну и, собственно, не слишком высокая востребованность. По аналогии с двумя предыдущими типажами, нам понадобится лишь один осколок для создания полноценного гипса. Аметистовые осколки выпадают за закрытие разломов 60 плюс уровня, а для крафта одного гипса они нам понадобятся в размере 7 единиц. Ну и, наконец, рубиновые осколки выдаются за успешное участие в Outpost Russia, о котором мы также рассказывали в обозревательном гайде для новичков. А для создания гипса потребуется два таких кусочка. Под конец стоит упомянуть про даймонд осколки, которые сейчас невозможно получить, ведь они выдавались за лут новогодних елей. Но если у вас по какой-то причине их накопились запасы, обязательно перекрафчивайте их в гипс, а затем в коробочки на экспертизу. А на этом наш сегодняшний материал подходит к концу. Надеемся, что он был для вас полезен, ну или как минимум интересен. Не забывайте проявлять активность под этим и прочими нашими видео, вступайте в славные ряды наших дружинников и прочих представителей Дискорд-сообщества, и увидимся уже совсем скоро. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok